да дорогие друзья у нас я бы сказал что это сейчас предновогодний выпуск вот так заранее до нового года цска баскет-шоу с капитаном никитой курбановым никит привет всем здравствуйте цска играет ну вот может быть не в лучший но прям близкий к очень-очень хорошему баскетболу или ты видишь еще где есть прогресс там не знаю сколько-то процентов там то что команда смотрится просто солиднейшая невероятно на дистанции я не люблю это бежать вперед и забегать искать что мы сейчас наладили все что у нас есть решили все свои проблемы и мы на данный момент показываем свой максимум командную игру командную химию конечно еще есть куда прогрессировать и расти конечно очень приятно что у меня есть ощущение что мы в принципе наладили внутреннюю химию именно на площадке для понимания взаимодействия понимания кто как куда движется то есть вот чувство плеча так сказать чувство партнера но опять же повторюсь что не хочется забегать вперед не хочется говорить что мы вот на полном ходу уже и потому что впереди еще большая долгая часть сезона и эту серию который мы выдали это наверное так результат работы которые мы начали с предсезонной работы миллиард вопросов тебе к сожалению все задать его не были какие единственные о чем я тебя прошу сейчас это будет сложно отвечать покороче да 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 ну чтобы я просто больше успел задать на самом деле только из этого нет подойдет но тут такие вопросы знаешь как как ты чувствуешь себя ощущаешь себя в роли капитана не скажу что я чувствую в эту должность из себя как это комфортно потому что как но по жизни так я не назову себя интровертом но лидерские качества в раздевалке да когда надо мотивировать игроков мотивировать команду после определен каких-то спадов или еще что-то это такая задача не не из легких в этом плане я так всегда очень пока что не немного себя чувствую некомфортно вот ну и в целом как бы когда такое внимание к тебе что ли вот я так всегда немножко начинают это закрываться в какой-то панцирь но интроверт но опять же может быть но не назовусь этим стопроцентом этого процента 95 надо на мой взгляд майк действительно улучшил себя как игрок в плане контроля над игрой вот это вот распределение между забитием и создание моментов для кого-то он постепенно еще даже лучше он все еще находит баланс но уже гораздо интереснее за ним наблюдать да да соглашусь этот баланс сейчас между набором индивидуальных очков и создания для команды он такой более сейчас более выраженным что ли снова и команда играет и в то же время да он очень много стал упираться в защите то есть понятно что это тяжело быть задействованным и в нападении там порядка там 10-15 секунд и в то же время защищаться 15-20 секунд также качественно данный момент ведь ну это все прогресс опять же люди прогрессируют это очень приятно что как бы это в сентябре показывает а в октябре один баскетбол то только декабрю к январю уже показываешь более качественные конечно же это приятно наблюдать как у вас вообще с новичками тебе с милатином и шенгелей играть ну мне очень приятно мне всегда импонировал только потому что те лидерские качества которые проявлял проявлял в басконе они мне очень нравились такой боец до мозга костей с характером мне импонируют такие игроки и когда я узнал что мы будем подписывать шенгели у меня такая внутренняя радость в том плане что прикольно поиграть с таким парнем именно вот за за двигаться с таким парнем к одной цели что касается николы то есть но в том году он был одним из лучших по подборам или он и сейчас и сейчас да но в том плане что в целом евролиге он лидер евролиге прямо сейчас два и три подбора за игру в нападение в среднем тут представлять как бы их ну по крайней мере мне не нужно было я прекрасно понимал какого качества играет эти игроки это большие профессионалы и люди которые уже завоевали определенный авторитет в европе вот поэтому сейчас я просто грубо говоря наслаждаясь самим процессом потому что как бы для меня тренировочный процесс уже знаком они конечно им понадобилось небольшое время чтобы вписаться в лице и сейчас просто как бы я уже наблюдаю потому что как бы игра и николы и току она так выровнялась заметно прибавилось в том плане что они себя стали комфортнее намного чувствовать на площадке в строительстве система в структуре да в саму в самой системе в самой системе вот ранил 13 айфон мы нечаянно знает ли иностранца они спрашивают как расшифровывается цск ты им как капитан доносишь но они как-то не никто не 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 интересуется как вот именно как вот расшифровывается но все знают что это армейский клуб что это такой клуб который сложен из армейских традиций определенных вот но как-то без каких-то по крайней мере у меня никто не спрашивал но видимо я думаю что все многие знают что уже цска это в принципе центральный спортивный клуб армии если кто не знает приготовил ли ты никита подарки на новый год для семьи надеемся сейчас они не смотрят и сможешь нам рассказать даже если смотрят нет я вам ничего еще не приготовил пусть знает да не приведутся каким-то праздником потому что главное внимание и вот эта пауза она наверное и дала много таких мыслей что нужно смотреться вокруг себя и и постараться чтобы вокруг себя вокруг тебя чтобы твои близкие все были в комфорте здоровы да и само общение с близкими должно быть на только с любовью и добротой калхайнс ушел да с ним вы как-то попрощались отдельно или это случилось вот в командном чате как это случилось нет я написал ему смс причем написал но относительно не так давно то есть я не не стал писать ему после того как только объявили что кайл хайнс покинул клуб потому что я понимаю что решение было принято и и не непросто проиграв 7 лет до за клуб быть частью такой большой частью команды быть капитаном и все думали что кайл хайнс завершить карьеру в цска тем более уже он в статусе капитана уже выиграл евролигу в этом статусе да да то есть это как бы было бы логично и тут такой поворот и опять же как бы я не стал потому что я прекрасно понимал что этот человек испытывает данный момент это масса вопросов со стороны общественности там друзей еще кого-то обрушилась да да я поэтому не стал я такой выдержал паузу можно сказать и когда начался сезон я ему написал такое свое послание вот лично вот он не ответил мы так пообщались немножко вот поэтому все все хорошо твои слова нашим болельщик перед новым годом я знаю что им уже пожелал но я наверное просто добавлю дату будьте подобрее друг другу у нас и так внешних проблем очень бывает много в жизни и кота работа не работа но будьте посплоченнее будьте подобрее друг другу и любите окружающих вокруг себя обязательно все будет все наладится все будет хорошо поэтому в новом году только с добрым и честным сердцем вперед до встречи в новом году счастливо с наступающим пока